14 октября День покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии В Константинопольском храме хранился поезд с Ризой Богоматери Когда сарацин подошли к воротам города, местные жители стали молиться Юродивый Андрей, поднявший глаза к небу и увидевший Богоматерь, озаренную небесным светом В течение часа Богоматерь молилась вместе с людьми, проливая слезы А потом сняла покрывало и простерла его над молящимися И сарацинные отступили Верили, что именно Богоматерь засевает поля А покров, напротив, собирает урожай К сегодняшнему дню крестьяне старались полностью завершить сельскохозяйственные работы А с покровом начинался сезон свадеб Крестьяне сегодня утром отправлялись в церковь После молитвы приступали к работам по хозяйству Чаще всего занимались утеплением своих жилищ Приближалась зима, а на Руси морозы были суровыми Скотину кормили специальным пожинальным овсяным снопом, который стоял в избе со дня Ильи Аж со 2 августа Верили, что животные теперь не будут испытывать зимой голода Сегодняшний день считался днем исполнения обещаний и возвращения долгов между наемными и работодателями Приметы Если журавли уже улетели, это крайние зимы Если выпал снег, зима будет снежной и морозной Какая погода на покров, такой будет вся зима Если нет снега, и Рождество будет бесснежным Если сыграть свадьбу на покров, брак будет счастливым Если сегодня протопить печь дровами яблони, то зимой в доме будет тепло Мое обращение к посетителям канала Поддержите канал Поставьте лайку Дайте какой-нибудь отзыв Это простые вещи Я не прошу вас денег Поддержите меня вот таким вот образом Это канал не для того, чтобы вас развлекать А для того, чтобы вам помогать Продолжение следует...